Здарова, друзья! Хэш Рапкин – один из ярчайших героев Сопрано. Его история от ранних дней в роли основателя музыкального лейбла до его поздней позиции советника Тони Сопрано – это история власти, денег и преданности. В данном выпуске мы подробно изучим историю Хэша, его жизнь, бизнес и взаимоотношения с ключевыми героями Сопрано. Хэш не умник в рядах мафии. Невзирая на это, Тони регулярно обращается к нему за советом по самым разным вопросам. Хэш мастер держаться в тени. Он предпочитает проводить время за игрой в карты, за трапезой с командой Тони или в ночном клубе Бадабинг. Еврейское происхождение Хэша добавляет интригующий слой к его характеру. В мире, где доминируют итало-американцы, Хэш – необычный аутсайдер, сумевший выкроить для себя нишу. Благодаря этой динамике возникают интересные отношения между Хэшем и другими героями. И всегда интересно наблюдать за тем, как он ориентируется в сложной паутине отношений внутри итало-американских замесов. Будучи изворотливым бизнесменом, он сколотил свое состояние в сфере звукозаписи, основав компанию F-Note Records в 50-х. У Хэша был острый нюх на таланты, и благодаря ему многие черные музыканты обрели славу. Впрочем, он не ограничивался тем, что зарабатывал на продаже пластинок. Хэшу удавалось сделать так, что его указывали как соавтора песен, поэтому ему причитались части роялти. На самом деле это довольно популярная практика даже сейчас. Ярчайший пример – коллектив Backstreet Boys. На протяжении многих лет между музыкантами и их продюсером гремели нескончаемые разногласия. Один из главных камней преткновения был связан с деньгами. Их продюсер Лу Перлман забирал себе большой кусок от доходов группы и не выплачивал им то, что присчиталось им по договору. Самое невероятное в этой истории заключается в том, что их продюсер добился такого положения, чтобы на бумаге его законно считали шестым участником группы. Это давало ему право получать процент от всех продаж, связанных с группой в течение всей своей жизни. Но, к счастью, группе удалось избавиться от этого шестого участника во время суда. Судья, который рассматривал дело, оказался на стороне Backstreet Boys. Он заявил, что его дочь – большой фанат группы и на ее стене висит постер с их изображением. Но, к своему удивлению, судья не заметил на постере лица Лу Перлмана. В итоге судья отклонил претензии продюсера и группа осталась без шестого участника. Но вернемся к основному герою нашей истории – хэшу. Друзья, подписывайтесь на White Shot – мой второй канал о кино. В переводе с английского White Shot означает «общий план». И недаром, ведь каждый уважающий себя киноман найдет там видео по душе. Тут вам и удаленные сцены из Крёстного Отца, редкие удаленки из схватки, сравнение реальных людей и актеров и многое-многое другое. Заходите, смотрите, пишите свое мнение в комментариях. White Shot, ссылка в описании. Несмотря на свою алчность, хэш обладает холодной головой и добродушием. Среди приближенных Тони он необычен еще и тем, что имеет хорошее образование. Помимо бизнеса, хэш увлекается разведением лошадей и любит темнокожих женщин. Его зять Элай также вписался в расставщический бизнес хэша, что создает некоторую забавную семейную динамику. Впервые хэш засветился в пилотной серии, действуя в связке с Тони в рамках аферы по надувательству страховых компаний посредством их должника – Алекса Махафи. В дальнейшем хэш советует Тони не связываться с семьей евреев-хасидов во время спора о том, кому достанется их отель. Прогнозы хэша сбываются, но хэш сумел помочь Тони закончить напряженные переговоры, подсказав Сопрано слабое место хасида. Одной из черт, благодаря которой хэш – настолько сильный персонаж, стала его необыкновенная позиция. Как еврей в мире итало-американской мафии, он может предложить такие идеи, которые никто иной высказать не в состоянии. Будь то деловой разговор, или просто болтовня с людьми Тони, хэшу всегда есть что сказать. В эпизоде «Хит – это хит» Хэш играет ключевую роль, пытаясь помочь племяннику Тони, Кристоферу, убедиться, что его подружка Адриана едва ли подходит для работы в музыкальном бизнесе. Однако это становится только началом драмы. Как только Крис выходит на связь с хэшем от имени рэпера Massive Genius, утверждавшего, что хэш задолжал часть роялти вдове чернокожего музыканта, ситуация реально начинает накаляться. В ответ на отказ хэша платить, брикет грозится судом. Но хэшу хватило ума пригрозить встречным иском, обвинив Гуталина в нарушении авторских прав. Давайте ненадолго окунемся в прошлое хэша, чтобы понять истоки его конфликта с брикетом. В те далекие времена музыкальная индустрия была беззаконным местом, где правили жуликоватые владельцы концертных залов, агенты и радиостанции, а также дистрибьюторы пластинок и магазины. Но в самом центре всего была мафия. Хэш был бизнесменом, который знал, как заработать, и он делал это, заключая контракты с молодыми и перспективными музыкантами. Однако его контракты были крайне несправедливыми, так как они давали ему право на все написанные песни исполнителей. Его лейбл был местом, где многие музыканты мечтали о карьере, и хэш знал, как использовать эту завистливую атмосферу в свою пользу. В беззаконном мире музыкальной индустрии тех лет, чтобы выжить, нужно было иметь связи. Для хэша это означало связаться с Джонни Боем и платить ему налог. Хэш и Джонни Бой объединились в своем стремлении использовать беззаконие и коррупцию в музыкальной индустрии, чтобы заработать большие деньги. И им это удалось, имея нужное количество мускулов. Хэш знал, как заработать деньги на музыке, а Джонни Бой знал, как защитить своих людей. Вместе они создали нечто большее, чем просто дружбу. Они создали бизнес-империю, которая продолжала платить и платить. Эти двое видели возможности там, где другие видели только проблемы. В отличие от многих других партнеров в мире мафии, Хэш и Джонни были равны. Хэш всегда платил Джонни по счетам, и Джонни никогда не чувствовал необходимости вмешиваться и рисковать убить гуся, несущего золотые яйца. Хэш и Джонни зарабатывали немало денег, но не все были рады их успеху. Многие завидовали им и считали, что заработанные деньги должны достаться им. Однако мафия старой школы придерживалась своих правил, среди которых был запрет на присвоение доходов других мафиози. Когда Джонни скончался, команда, включая Хэша, перешла к Тони. Сопрано был молодым и неопытным лидером, и все гадали, сможет ли он выстоять. Однако Тони обладал врожденными лидерскими качествами, которые позволили ему сохранить верность команды Джонни. К началу сериала музыкальная индустрия претерпела серьезные изменения, и Хэш все меньше трудился в студии и все больше на улице, под защитой Тони. Хэш не был самым прибыльным активом Тони, но все знали, что он принадлежал Сопрано. Кто бы ни попытался на него наехать, рисковал навлечь на себя беду. Когда появился брикет, Тони был вынужден с ним разобраться. В этом мире уважение имеет огромное значение, и даже небольшая сумма денег может стать причиной войны. В эпизоде «Кристофор» Хэш помог Сильвио в его споре о дне Колумба, связав его с владельцем казино из числа коренных американцев. В Сопрано Хэш персонаж, который всегда оказывается в гуще событий. Например, в серии «В камелоте» Тони делает для себя шокирующее открытие. Его отец, Хэш и Фил Леотардо были совладельцами ипподрома, и после смерти Джонни Бой завещал свою долю любовнице – Френ Фельдштейн. Тони устроил встречу с Филом и Хэшем, чтобы требовать долю. И хотя они неохотно согласились, напряжение было высоким. Но всё это цветочки по сравнению с драмой, разыгравшейся в серии «Мемберс Онли». Хэш и его зять подверглись атаке членов бригады Леотардо, которые думали, что зятёк без разрешения ведёт дела на их территории. Бандиты подожгли бензобак зятька, чтобы выкурить дуэт из машины, а затем избили Илая. Зятёк, пытаясь скрыться, успевает протестировать бампер, а Хэш получает смачный панч в лицо. Но Хэш был не из тех, кто сдаётся без боя. Он потребовал от Фила возмещения ущерба и добился компенсации при помощи Тони. Несмотря на всё произошедшее, Хэш всё равно нашёл время навести Тони в больнице, когда тот восстанавливался после ранения. Финальный сезон «Сопрано» был полон драматизма, и Хэш был в самом эпицентре. Тони понадобились деньги, чтобы перекрыть череду убытков от азартных игр, и Хэш дал ему промежуточный кредит в размере 200 тысяч долларов. Однако, когда Тони не вернул заём в срок, всё пошло наперекосяк. Тогда Тони начал бронить Хэша на счёт процентов по кредиту. Очевидно, что спор обострил их некогда тёплые отношения. Однако, когда девушка Хэша, Рената, умерла во сне, Тони из уважения вернул долг. Правда, его соболезнования были краткие и безличны, и это наводит на мысль, что их отношением нанесён непоправимый ущерб. Лично я думаю, что гибель Ренаты спасла Хэшу жизнь. «Сопрано» мог заставить Хэша просто испариться, тем самым избавившись от долга. В конце «Сопрано» судьба Хэша остаётся неясной. Возможно, он продолжает наживаться на гуталинах. Кто знает.